Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Линхасл, и сегодня уже третий ролик на тему разблокировки Дискорда, но теперь способ стопроцентный, без пинга, без там каких-то долгих вступлений, просто начнем. И давайте, значит, в описании находится ссылка на телегу мою, в которую я, кстати, это все намного быстрее выкладываю в текстовом формате, можете подписаться. Там же есть ссылка на архив, я оставлю ссылку на вот этот пост, на котором есть ссылка. Итак, что же нам нужно сделать? Для начала, что мы делаем первым делом? Это отключаем, если вы с компьютера, а я этот способ именно для компьютера показываю, потому что с телефона нет никаких проблем, просто включить обычный какой-нибудь VPN. Итак, что же мы делаем? Мы нажимаем диспетчер задач, и здесь мы должны обязательно выключить все VPN и все Goodbye DPI, амнезии, которые у нас вообще включены. Я уже все отключил, обязательно проверьте, потому что обычного вот такого, знаете, закрытия приложения на крестик, разумеется, недостаточно. И чаще всего даже недостаточно, если вы закроете в мини-иконках, вам обязательно нужно выключить Goodbye DPI и амнезию, если они у вас есть, либо же другие VPN-сервисы, даже браузерные. Все, выключили, далее мы переходим по вот этой ссылке, которая есть в этом посте. Здесь у нас открывается архив Яндекс.Диска. Просто скачиваем, называется он Запрет.Zip. Давайте я его даже скачаю. Ну вот, я его уже скачивал. Далее мы нажимаем Открыть. Вот он открывается. И, значит, что делать, если у вас по какому-то причине вы используете компьютер, у вас нету архиватора, просто скачивайте приложение WinRar. Значит, WinRar. Вот, с официального сайта скачаете WinRar. Все, скачаете, установите, и у вас будет вот так же, как у меня все выглядит, но разницы никакой нет. Далее, обязательно извлекайте папку на рабочий стол. Как это сделать? Нажимаете Извлечь, выбираете рабочий стол, нажимаете Новая папка, и здесь нажимаете ОК, и у вас она распакуется. Я второй раз не буду делать, поскольку у меня уже эта папка есть. Извиняюсь за беспорядок на рабочем столе в связи с тем, что мне заблокировали основной аккаунт, и сейчас все переносится. Про это я тоже сниму отдельный ролик. Итак, значит, что мы делаем дальше? Вот у нас эта папка Запрет, которую мы распаковали. Мы заходим в нее. Напоминаю, перед тем, как все это делать, у вас обязательно должны быть отключены все VPN, прокси, goodbye DPI и так далее, потому что без этого у вас, скорее всего, не сработает. Итак, что же мы делаем? Нажимаем Запрет, и здесь ничего не трогаем. Дальше нажимаем Запрет WinWith, еще одну папку, единственную, которая там есть. И здесь находим вот этот файл, называется Preset, нижнее подчеркивание, Discord. Запускаем, здесь нажимаем, не знаю, видно вам или нет, да, соглашаемся, и у нас запускается вот такая программка. Возможно, OBS, кстати, не захватил, значит, момент, когда я нажимал да, из-за того, что вылезло системное окно. Но в любом случае у вас там появится да, все, соглашайтесь. У вас открывается вот такое окно. Все, теперь запускаем Discord и проверяем, работает или нет. Ну, как видите, он запускается, и сейчас проверим, коннектится ли в каналы и какой будет пинг. Так, значит, основной, смотрим, пинг 30. То есть у меня пинг даже лучше стал, чем был до этого. Ну, давайте еще поговорю. Видите, зелененькое мигает. Все, все работает, выходим. Значит, как это работает? Ну, он просто выключает ограничения вашего провайдера, конкретно на Discord. Чтобы прекратить работу, просто закрывайте. Все. То есть перед использованием включаете этот файл и играете во все игры без какого-либо пинга. Можете сами проверить. Опять же, есть еще файл, пресет Russia. Если вы его включите, это будет как халявный VPN на ПК. Он у вас отключит все ограничения, в том числе там на Instagram, YouTube и так далее. И Russia и Discord, ну, соответственно, у вас будет работать все вместе. Также здесь есть сервис старт. Это поставит вам на все на автозапуск. Стоп уберется автозапуска. Не рекомендую вам ставить автозапуски, потому что не особо это хорошо скажется на вашем обычном времяпрепровождении в интернете, поскольку какие-то сайты могут наоборот из-за этого не работать. Просто используйте для Discord, как вы и пришли на это видео. И все будет у вас отлично. Ну что ж, больше способов будет в Телеге. Там все опубликую, все самые быстрые новости. Всем на этом я с вами прощаюсь. Если вам помог, поставьте лайк. Если что-то непонятно, перейдите в наш чат, спросите. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока.